Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на соборные послания святых апостолов. Стихи 8-12. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Утверждение ваше пусть будет твердо и в твердом, и отрицание ваше пусть будет такое же. Иначе пусть свидетельство вашей жизни будет тверже клятвы. Если же кто-нибудь бесстыдный, не уважая вашей жизни, настоятельно будет требовать от вас клятвы, то не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет. Клясться Богом апостол запрещает во избежание клятвопреступления, а небом и прочими предметами для того, чтобы им не усвоить чести божеской, ибо все клянущиеся клянутся высшим. Смотрим послание к евреям святого апостола Павла, главу 6, стих 16. Но скажет иной, что делать, если иного принуждают клясться? Отвечаем, страх Божий сильнее насилия принуждающего. Иной, имея в виду ветхий закон, будет недоумевать. Если ветхий закон одобряет клянущегося именем Господнем, то, как возбраняет делать это, благодать? Отвечаем. Ветхий закон повелел иудеям клясться Богом, чтобы отвратить их от клятвы идолами, подобно тому, как он повелел им приносить жертвы Богу, чтобы отвлечь их от принесения жертв идолам. Но когда он достаточно научил иудеев благочестью, тогда отменил и жертвы, как бесполезные. Стал требовать в жертву не заклание животных, но души сокрушенной. Какой же это? Такой, которая через смирение вся сожигается огнем любви, подобно Павлу, который в высшей степени воспламенялся, когда некоторые из верных соблазнялись. Смотрим второе послание Коринфянам Святого Апостола, главу 11, стих 29. Стихи 13-14. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Злостраданию пусть сопутствует молитва, чтобы для искушаемого легче был выход из искушений. Потом, когда волнения наши через молитву умолкнут, и душа достигнет свойственного ей состояния, тогда пусть поет, чтобы блаженство ее приумножилось. Ибо пение псалмов, по словам Василия Великого, производит мирное и беспечальное состояние души. Кто не достиг такого состояния, которое Давид называет святостью, побуждая святых петь Господу, смотрим Псалом 29, стих 5, молитва того долго бывает пустословием. Стихи 15-16 И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Это апостолы совершали уже и в то время, когда Господь жил еще между людьми. Они помазывали больных елеем. Смотрим Евангелие от Марка, главу 6, стих 13. Стихи 17-18 Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Молитва праведника имеет большую силу тогда, когда и тот, за кого он молится, содействует его молитве душевной скорбью. Ибо если тогда, когда за нас молятся другие, мы сами проводим время в роскоши, неге и невоздержании, то мы через это ослабляем силу молитвы, подвязающегося за нас. Когда один строит, а другой и разрушает, то, что они получат для себя, кроме утомления. Смотрим книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», главу 34, стих 23. И избывается на нас слово блаженного Петра. Смотрим первое соборное послание святого апостола Петра, главу 4, стих 7. Стихи 19-20 «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». То же говорит и Еремия «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Смотрим книгу пророка, главу 15, стих 19. «Ибо всякой возвещающей слова Божии бывает устами Божьими. Ибо что говорит? Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Вспомним Евангелие от Матфея, главу 10, стих 20. «Поэтому-то и воспрещает Господь грешнику через Давида поведать оправдание его». Смотрим Псалом 49, стих 16. Толкование на Евангелие от Луки Стихи 22, 30. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо, три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана-сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнили с ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Народ, слушая речь Христову, удивлялся словам благодати. Удивляясь же, насмехался над ним, говоря, не это ли сын плотника, между тем, что препятствовало быть ему достойным удивления и поклонения. Не видишь ли, какие творит он дела? Не слышишь ли, какие он говорит речи? Несмотря на то, ты осмеиваешь отца его. О них-то, как нельзя более справедливо, можно сказать, народ глупый и неразумный. У которого есть глаза, они видят. У которого есть уши, они слышат. Книга пророка Иеремии, глава 5, стих 21. Что ж говорит им Господь? Конечно, вы скажете мне, сделай и в Отечестве своем те же чудеса, какие и в Капернауме сделал. Ибо это значит, врач, исцели самого себя. Это была общая у иудеев поговорка, которую они обращали к больным врачам. Но я говорю вам, что я сделал бы много знамений и у вас, моих соотечественников. Но знаю общую и со всеми случающуюся страсть, презирать и самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными. И когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычаи заботиться о редком и странном, и ему удивиться, а общее и обычное презирать. Поэтому ни один пророк не ценится в своем Отечестве. Но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему удивляются. Так и Илью вдовы иудейские не приняли, а сарептяны не приняла. И Ильисей очистил от проказа иноземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему, и потому не очищались. Подобным образом и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамений не творю. Жители же Капернаума считают меня достойным удивления, и я знамения творю и принятыми. Слышащие это в синагоге наполняли с яростью, что достойно удивления, и думали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди их, ушел. Не потому, впрочем, будто он бегал от страданий, но потому, что ждал определенного времени, ибо он пришел пострадать за нас. А теперь, когда еще начиналось его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научит достаточно. Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. Знай, что отечество пророков — синагога иудейская, у которой они в бесчестии. Ею пророки не приняты, а мы, чужеродные, приняли их, ибо вдовица, то есть церковь из язычников, приняла Илью, то есть пророческое слово, когда в иудее был голод духовный, то есть голод слышаний Слова Божия. О сей-то вдовице говорит пророк, у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. И в другом месте даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает.